Смотрите, берегитесь за Хвайской и Садукеевской. Кто читает Евангелие, эти слова очень хорошо знают. Я объясняю слово берегитесь. Берегитесь, будьте осторожны. Вот сейчас будет мороз, только застынет чуть, наши ребятишки будут на дву. Рано или поздно кто-то утонет. Они не понимают, чувства самосохранения нет. Запретите приходить на лёд, пока он не будет хотя бы сантиметров двадцать. На пруд вынесите лестницу. На берегу, чтобы лежало вдоль пруда, хотя бы лестницы две. Они всё равно пойдут. Я вашу беспечность знаю очень хорошо. Берегитесь, крепко вы пиять будете. Слово берегитесь означает будьте осторожны. Берегитесь закваски. Закваска известная вещь. Без неё и хлеба не состряпаешь. А Христос сказал, и они сразу даже суждали. Наверное, это то, что хлеба не взяли. Он говорит, ещё ли вы не помните. И тогда сказав им, все сказав им, бережьте учения Пависейского и Садухейского. Сколько это закваска. Это вещь, а он суббота сегодня, или нет, это закваска такая у них. И они не чувствуют, что какой-то ущерб. Ну давайте мы образим сейчас. У кого-то 10 дворов-то. Я бы проехал и сказал, сегодня Иоанн придёт. Но написано про Моисея было 120 лет. Сила его не ослабела. Зорки глазом, ухом. Но Иоанн-то был не такой. Записанные ученики, приносили, и он на носилках, но службу не пропускал. Ведь ты, если ляжешь, гниёшь, тебя никто не принесёт. Вот я тебе точно скажу. Когда Моисея-то есть, машина есть, и ты не едешь. В город едет, в соседнюю деревню едет, а храм не идёт. Через дорогу ты-ка перейти. Всё тут непонятно. Это закваска антихристового в людях. А мы назвали за верующие. Восстанавливаем на старинных благочестивых обучиях. На антихристовых обучиях разрушение идёт. Никакого не строительства, ничего нету. А только одно. А что новые люди приезжают? Да Бог показывает, зачем сюда ехать? Когда закваска антихристового всё поглотила. Вы маленько рассудите дальше-то. Не бойся это рассуждать. Во второзаконе 4 идеи. Посмотрим, что это за заквас? Чего надо беречься? Конкретно скажешь. Ты вот выдумываешь, беречься, там, лёд и прочее. А мы сейчас посмотрим. Он говорит, только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои. А теперь я тебя спросил, а что я видел? Да ты, может, ничего никогда и не видел. Я буду рассказывать. Много расскажу. Как я видел чудеса Божие. Мне Бог это показал. О чём бы я ни стал рассуждать, меня Бог по этим местам провёл специально. Я ведь в Америку-то никак не хотел ехать. Это батюшка, он избранный делегатом. А я просто приглашённый был. Мне сказали, ты своими глазами должен увидеть. Сказала Зоя Крахманика. И она победила. Сотни людей рассуждали, а мне не хочется никуда ехать. Вот батюшка поехал, где-то спит на чужой кровати. Я даже не представляю, как это так. Мне с утра до вечера сколько я делал. И с пол пятого и до пол одиннадцатого всё занято и занято. Другая закваска у нас. Моя закваска такая, чтобы все люди полюбили Христа. Любой закваске отвергались, а учения Христовы любили, сидели у ног его. А ведь это может случиться при нашей жизни, что внезапно будет разрушение вот этой ложной религии, которая сейчас под вином православия. Это ложная религия. Религия обряда, побыющая, традиции, корней. Люди-то о Христе ничего не знают. Их очень легко обольщать. И вот эти слова «берегитесь» сегодня никто их не будет объяснять. Зачем объяснять? Я вам не выхранитель и вам на дорожку. Всё. Это научились говорить. А дальше вы приезжаете, я вас пою. Убачки, много. Лазан. Да ладно-то такое, глаза выедает. Второй законе 6.12. «Берегитесь, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего». Не забыл, не просто поминал, а что он тебе сделал, с какого времени. Я всё время в своей биографии просматриваю заново. Вот там меня Господь касался. Вот. А здесь у нас жил, где жил Павел. А через дом, дальше, кто живёт там дальше, вот там жил мой дядя. И я к нему ночью пробирался. Дядя отдельно домик построил, как бы, в водороде. И у него книги были, он, дядя Степан. Это вот Агафья к нам ездит, это Агафья Степановна, её отец. Мне он родной дядя. И я тайно ночью приходил, они с отцом моим были недружны. Виноват, конечно, отец мой был. Кто ко мне из ваших ребятишек тайно ночью придёт, днём ни один не зайдёт. Ну, иногда заходит, чтобы воронетки порвать. Больше мне зачем пока не приходят. Вот и всё. Вы думаете, дети ваши намного больше знают, чем мы знали? А вы поговорите с ними. Какие места Писания они учились 1 сентября? А ведь уже все обередёт. Я говорил, каждый день давайте им стих Писания. Каждый день. Это совсем нетрудно. Я поставил ей задачу, когда я изучал. Каждый день изучать новых 30 слов. Немецкий язык изучал. Новых 30 слов. Для нормального общения на другом языке достаточно 300 слов знать, чтобы уже не умереть с голоду. А представь, по 30 лет я 900 слов за месяц учил. И старое не забыть. Не так, что многое учить, а старое забывать. Почему? Задача стоит. Берегись. Знание не будет пополнения. Вы нести всё время назад. Дети ваши учатся не все хорошо. А можно сказать, большинство учатся не хорошо. Как будто родители не знают, как они учатся. Приходят, как будто не готовят. Я с учителем жил месяц. Слышу его жалобу, учу, как будто напрасно. Такие интересные книжки, смотрю. Да разве не Библию было читать? Библия это более скучная книга. Библия рассчитана на людей, имеющих страх Божий. Берегитесь. Дети, не наученные Писанию, сразу будут поглощены миром. Вы будете плакать. Мне сегодня она, наша сестра из той общины, четыре раза позвонила. Третий раз звонит, ни одного слова вымолвить не может. Все как припадать. Что со мной делать? Она молила всех. Сыну операцию делаю. Один сын запил, а второй хороший. Вот, чтоб здравия Бог дал, я убеждал ее, зачем здоровье, ты же не знаешь. У него операция тяжелая. Мы будем молиться, да будет воля твоя. Я не могу просить ему здоровья, он не вярующий, ему не надо здоровья. Он пил, если одну бутылку, теперь две выпьет. Так и случилось. Вставай сын запил, и теперь ее есть в квартире. А у них у всех, у кого дети пьют, стариков из квартиры, и сейчас как-то пытаются отнять ее, просто она нигде будет. И она не знает, что делать, помолитесь, помолитесь. Я говорю, я молюсь, ты меня с молитвы сшибаешься, я опять молюсь. Звать тебя Александра, помолитесь. Она хорошая, но беда вот такая. И наконец я успокоилась, я сразу на молитву, сто поклонов, примет Бог, не примет молитву. Но все мне звонят. Они знают, что я непременно встану на молитву. Я не знаю, как ко мне просьба, человек тонет. Ты скажи, когда тебе звонили в последний раз, что ты помог молитву? Ты из этого реши. Я ничем здесь не хвалюсь, а моим Господом. Хваляющийся, ответственно, хвалюсь, что знает Господом. Я знаю Господом. Я говорю, Господи, ты мне никогда в молитве не отказывал. Коснись, что я, сопроговаясь по часам звонит. Спаси Христу, успокоил меня Господь, с одной стороны спокойно истерика. А человек, зрение уже считай лишенной и прочее. Она нуждается в помощи. Она несет последствия. Это ждет вас. Ваши дети будут пьяницы, блудники. Они ничего святого не будут иметь, если вы их не приучите жить в страхе Божьем. Приучите. И я скажу, что ваши дети податливы. Ребятишки готовы принимать. Я случайно, я с детьми вашими не занимаюсь только в лагере. Вот на один час вчера, ну минут 20 со мной дети были. И они мне уже помогли, но я перед ними сцену разыграл. Давайте выходите, вы разведчики, мне нужно одно дело надеть. И они пошли, они ничего не ищут. Я им снова выговорил, опять они меня нашли. Надо работать с детьми, работать. Вот эту закваску беспечности, закваску не любви к Богу, к Слову Божию, отбросить от себя. С вашими детьми надо заниматься. Почему царские дети не были хамовитыми? Почему Алешка расстрелянный не такой был, все говорят, какой кроткий был, какой смирленный, какой умный. Лучшие учителя по тому, что у них были. Вы наблюдаете, как они сядь с ним вместе. Я говорил, даже дети послут, возьми с собой бумагу, картонку, пройди, нарисуй лага, скажи, это наша земля, вот это не наша, вот это трава, вот это прогнать, вот здесь грязь меньше. И ни один не пойдет. Все же вы детей-то не любите. Эта закваска-то дурная. Ребенка дал тебе Бог для того, чтобы ты его на небо привел. Ты не привешь на небо, тебе путь закрытый будет. Вспомните на священника Илье. Детей не воспитывал, пророк Собоил, хороший Собоил. Люди сказали, не надо нам твоих детей, не надо, они живут не так, как ты живешь. Дай нам царя. И царь погубил их. А Господь сказал, они не тебя свят для меня. О, Господи. Да народ-то этого не понял. Они не Самуила отвергли. Оказывается, Бога и Его. Они потеряли все. Какое значительное состояние. Вы ищите духа пророчества. Кто вам именем Божьим будет говорить? Да вы львитесь в храм. Да пойдите сейчас, кто ваши не пришли, да расскажите им. А у них только одно сейчас, но у меня про нас не говорили. Не говорили. Я знаю слова Златоуста, вы говорите, не называя имен, врачу идти. Не называя имен, по хвалу даем. А выйди на улицу, я тебе расскажу. Хотя не называть нигде этого нет. Это только Иоанна Златоустая. Я его очень уважаю. И поэтому не называю имена. Только молиться за кого он сказал, тут никакого осуждения нет. Старозаконие 15.9. Берегитесь. Берегись, чтобы не вошло в сердце твое беззаконная мысль. Чтобы глаз твой не сделался немилостивым. Кто-то в беде, а ты не поможешь. Смотри, берегись. Ты внимательно смотри, кто хуже тебя живет. Кому ты можешь помочь? Смотри. Не допустируй мысль. Тебе что-то Бог дал больше. Я вижу, сколько доброты нам помогает где-то. Ну уж мы как сможем, кому сможем, чем. Чтобы мысль такая не пришла. У меня все есть, а остальное я видеть не хочу. Бог предупреждает нас. И книга судей говорит. Берегитесь. Не пейте вина и сетеры. И сетеры как потом говорили. Сетеры это все, пиво и прочее. Разные брашки. Не готовьте. Поколотите эти банки. Вылейте на улицу. Я прошу вас. Выбросьте эту закваску. Нам это не надо. Вокруг столько пьяниц в соседних деревнях. Вы говорите, мало людей. Давайте мысленно сейчас вот скажем. Ты хотел бы, чтобы рядом село Корчино, полкорчино сейчас, перенеслись по воздуху и поселились вокруг деревни нашей. Мы в центре будем или на окраине. Ведь в кутру ничего не будет у вас. Ну давайте так скажем. Половина какого-то района города Барнула ночью перенесется сюда. Ну они же поглотят нас. Там же люди, не знающие Бога, они вас раздавят. Да вы благодарите Бога, что еще они такие не приехали. А только и стоят. А потеряются и не увеличиваются. Да зачем же они увеличиваются-то? Вся прибалтика на хуторах. А хутор, это один-два домика. Опять кулон с артецкой проехал, опять домик. Дораня работает. И здесь жили заимки. Отец говорит, а так люди жили. Дома, все проще. Тебе нужно заботиться о том, не много, а знают ли люди Бога. Как я могу с ними прийти? Как встретимся? Как мы прославим? Мы такие временные гости на этой земле. Вот сейчас проехать по деревне и сказать, сегодня вечером Павел, Апостол будет проповедовать. Вы думаете, они бросят сейчас и побегут сюда? Ничего не бывало. Приезжали письма, убеждаем. Ну приди, сегодня же наш архивей приехал. Не идут в храм совсем. Это не верующие люди. Они ведь дают только, это закваска. Парисейство. Книга Иова 36, 21. Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Берегись, лучше пострадай, лучше потеряй. Ты соблазнаешь очень большое, не приходя в храм. А ведь я знаю, что в некоторых храмах хропа в единец. Все равно приди. Здесь говорит одно, Господи, погиб в нашим домом, и ты сейчас будешь молиться. Кто-то же сказал это изречение. Ты увидишь родные и близкие лица. Ты вместе с ними помолешься и скажешь свою нужду. Затейство батюшки дашь. Даже просто у меня ты тогда иди. Я не говорю, что место, особое присутствие Божия, хотя и это так. Не забывайте. Первое послание Коринфянам 10.12. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот в чем мы нуждаемся. Все время вперед двигаться. Вот сегодня достиг этого, так хочется отдохнуть. Нет. Дальше будет еще хуже. Не надо стоять. Нет. Я прошу, если можно, не ложите днем. Если только уж явно, что ты больной. Сидя, посиди, не ложись. Берегись. Чтобы не застал вас спящими. Как приятно смотреть, когда люди работают, рано встают. Второе послание Тимофея 4.15. Берегись его и ты. Ибо он сильно противился нашим словам. Кто? О ком он говорит, Павел? А был ли в твоей жизни, кто своим словам противился? Он называет впереди Александр. У моей жизни именно Александр был и не где-то и противился. Как будто специально для нас написано. А дальше берегись Дмитрия. Дмитрий рядом. Как будто по заказу все сделал. Я считаю, что послание это все. Потеряй, послание. Другой скажет, что у меня был противник, но его звать там по-другому было. Здесь все сходится. Первое старт 19.2. И известил Иоаннафан Давида, говоря, отец мой ищет умертвить тебя. Итак, берегись. Я посидел, Павел подумал. А если бы Иоаннафан не был расположен? А Давид знать ничего не знает. Он военачальник в войске, ни в чем не виновен. Он погиб бы. Ни одного псалма не было бы, книги псталты не было бы. Помимо Божьего мы бы не считали. О, Иоаннафан, благословен ты у Господа. Да воздаст тебе Господь. Какую чудную закваску ты положил. Как он помнил. Наша любовь была больше, чем любовь женская. И расставаясь плакали. И написано, Давид плакал больше. А кто это написал? Откуда они узнали? Что больше? Кто слезы эти мерил? В чем они выражались? Сколько вопросов. Мы, расставаясь, плащенные, понимаемые. Завтра я попрошу вас и всех предупредить. Придите, мы просимся с вами. Придите на занятия. Эти люди на занятия не ходят еще. Они томятся. Призовите их. Умолитесь, умейте убедить. Исход 19.12. Говорит о том, что должны бояться. И не восходить куда не положено. В горе, которую Господь осчастил. То есть к святыне не прикасайтесь. Это все относится к алтарю. Я имею право ходить в алтарь, как в щит. Я раза два к его зашел. Когда архиерей был, батюшка сказал, зайди, благословица. А второй раз архиерей могло. Рукой, ладно, не заходи. Я боюсь алтаря. О, запогиб, прикоснувшись к овчебу. Не надо. Я отсюда буду помогать им. Пусть они там трудятся. Создайте детям благоговения перед алтарем. Старозаконие 4.23. Берегись, что не добыть вам завета Господа Бога вашего. И не делать у миров и изображений. Я все время вспоминаю беседу с Александром Менем. Он говорит, вот у нас как будто бы задзачек перед кем-то ставил. Сказано не делать, мы все равно сделаем. Сказано, не называйте никого отцами, не называйте. Мы нас покажем, что отец Диакон, отец батюшка, все от сердца. Ну прямо скажем. Сектантов понять можно. Берегитесь изображения. Ну эти у нас в Пальву дого поклонца, мироточивые, чего только нет. Мы идем к иконе корабельками. Коробейникова, посетить Божью Матерь, как будто она Коробейникова там открыла какое-то представительство свое. И люди идут туда. Да Божью Матерь сюда ты только воззови к ней. И Амахор люби ее покроет. Берегитесь того, чтобы и сами вы не подверглись заклятию. Заклятого, заклятого, то есть проклятого, к чему нельзя прикасаться. Вот под заклятие поставьте то, на чем другие споткнулись. Благословенный день, когда Господь нашел нас. И Он нашел нас для того, чтобы мы славили Его. Много печали было у меня, говорит Давид. Но вода дала сердце мое, когда сказали мне, пойдем в дом Господний. Пойдите, водник, не пришедший, порадуйте их. И скажи, пойдем в дом Господний. А потом скажи, твое сердце порадовалось, что я за тобой пришел. Дети, родители ваши не пришли. Упросите их прийти. Иеремия 9,4. Берегитесь каждый своего друга. И не доверяйте ни одному из своих братьев. Ибо всякий брат ставит преткновение другому. И всякий друг разносит клеветы. Ни другу, ни брату верить нельзя. А почему? Да потому что люди потеряли благоголение перед Богом. А неверующим что угодно будет делать. Матфея 7,15. Я говорю о том, чего надо беречь-то. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищная. Кто бы ни приехал, кто бы ни говорил даже в Библии, будьте внимательны, посмотрите. Ну знаете, по-простому скажи, а ну соверши крестное знамение. Старообяце тебе сразу покажи, как перс складываешь. Можете спросить. Ты исповедуешь Христа, совершедшего в оплоте? Первый вопрос задайте. А дальше спросите, а как вы относитесь к святым изображениям, к иконам? Ну, какими-то путями узнаете, православный это или не православный? А где вы причащаетесь? А кто у вас духовно отец? Вот этих вопросов уже достаточно будет понять, что это да человек к вам приехал. А если вы не все-таки прямо говорите, ты еретик, не бойся, если ты не имеешь священства, ты самый настоящий еретик. А у нас есть священник. Оставайся здесь, ты получишь благословение. Покажите ему преимущество того, что мы имеем. Матфея 24,4. Берегитесь, чтобы никто не прерстил вас. Вот поедут в город, сходят один раз, кто к баптистам, кто к них так хорошо. Хорошо. Ты не был еще на фестивалях, на народном фестивале. Там так хорошо, так танцуют, так красиво. Пирожки подают иногда, карасинку провожают. Вот так хорошо. А ты ищи не то, что утроба твоя любит, а то, что Господь по слову покажет. Лука 12,15. Берегитесь любостяжанию, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Ну и небедным, ну и небогатым, и быть довольным. Златоуст, как бы насмехаясь, говорит, у любостяжателя в одном. Удвоить имения. А удвоен еще раз удвоить. А удвоен еще раз. Докорить смерть не поможет пределу бесполезному занятию. Все. Это будет конца не будет. Берегитесь. Не с такой задачей. А я знаю, некоторые потеряются, говорят, а мы ехали, думали, будем жить хорошо. Вы посмотрели, сколько у вас здесь всего портится. Сколько доступ в траве гниет. Вы хорошо живете только потому, что здесь слишком льгот на жизнь потеряете. В других местах так бы вам не пришлось широко. По полгектара огород. Подрезали бы маленько. У нас все есть, поэтому так броском многое гибнет. Деяние 5,39. Берегитесь, что вам не отказаться Богопротивниками. Богопротивниками против Писания, что Бог нам открыл. Бог сказал проповедовать. А им запрещали. Смотрите, кто запрещает проповедовать, свидетельствовать другим, это Богопротивники. Да под этот стих вся Россия на тысячу лет попала. Богопротивная. И вам говорят, прятали, не добавили, не свидетельствовали. Я все думаю, как Бог нас терпит. И долго ли еще он будет нас терпеть. Деяние 13,40. Берегитесь, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков. Если будете противник, истреблю вас. Берегитесь. Если их не пощадил, пощадите и нас. Не покайтесь все, так же погибнете. Берегитесь. Очень опасно ходите. Под нами лед полсантиметра. Здесь. 2 Петра 3,17. Берегитесь, чтобы не увлечься заблуждениями беззаконников. И не отпасть от своего утверждения. Держите веру православную. Крепко держитесь. Я вам говорю о православии первоапостольском и сегодняшнем заблуждении. Вот мы сколько могли, постарались все по канонам сделать. Насколько нам удалось. Все ли так, Бог знает. Но мы начинали с ноля. Некоторые знают, что Библия у нас не лежала на лодке. Не было ни одной насписи. Это все мы вводили и вводили. Этот порядок, попорми одеты, молчание. Вот. Сегодня смерть и часы. Мы являем, когда встать все на молитву, 7 минут. Сегодня прошло 2,5 минуты, уже начинают. Что, ваши часы неправильно ведут? Или вы уже утомились стоять? Я не один раз батюшке это говорил. Подведи часы, давайте сверимся. Люди, чтобы начать какое-то сражение, архобстрел сверяется. Сверим часы постоянно. Посмотрите. Я сегодня часы сверял. Значит, ваши часы идут неправильно. Но уже чувствуете, что 7 минут и 2 минуты. Это же большая разница. Все уже начинает. Давай торопитесь на 5 минут. 1 Каинсином 8,9. Берегитесь, чтобы эта свобода не послужила соблазном для немощных. Я скажу, что это соблазн. Все знают, у нас написано, что у вас есть 7 минут, 2 минуты уже начали. Батя, что я один раз так начинаю. Я уже сколько раз предупреждал. Даже если бы я ошибся, все равно 7 минут должны быть. Ну, на 5 минут тоже начнем ошибаться. Как-то я сказал, или кто здесь? Смотрите, я сразу по часам отвечаю. И смотри, как 7 минут прошло. 7 минут, самое главное. Галатам 5,15. Если вы угрызаете и съедаете друг друга, берегитесь, чтобы вы не были истреблены один другим. Когда спорят, какие-то несогласия, из-за чего? Просто из-за свиной головы спорят. Филиппиесам 3,2. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей, берегитесь набрезания. Это не о собаках речь идет. Павел назвал людей псами, собаками. Вы их берегите. Видите, кусачий, отойди от него. Иначе пораним будешь. Зайди домой и помолись. А тебе спроси, вот ты пошел в сарай. Сколько раз ты в сарае молился около коровы? Встал ты ее, положил на нее руку, попросил на ее благословение? Сколько раз ты молился над птицей сам? Прославить Бога. Что Бог дал такую ручную хорошую птицу. Где попала собирать? Такое хорошее яйцо дает. И оно полезное. Слава тебе, Господи. Маленькое семечко посадили. Какое большое дерево. О, чудо Божье. На все, что ты не посмотришь. Как сейчас это в огороде молился. Все время благословляйте Бога. Непрерывно благословляйте, как отроки в печи. Они говорят, и град, и ветер, бурные девы, и рыбы, всех перечисляют, и звезды. Благословляйте Бога. За каждую прожитую минуту. Галатом. И филиппистам 3-2. И послание Ильи 1-5. Берегитесь, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменникам. Я приучаю к тому, что вы идете где-то в городе, видите, люди ведут неправильно. Детям говорите, не будешь верить, Господь покинет, с тобой тоже будет, так же попадешь. Берегитесь, чтобы не быть подобными. Прямо конкретно показывайте. Мы не лучшие, но нас Господь избавил. Он показывает нам, что такое грех, как это страшно, когда Бог не с нами. Эти люди не знают Бога. У нас пасхальная неделя, а рядом двухэтажный дом. Вышли во двор. Но уже пасхальная закончилась. А у них окно открыто, и муж живет, видно, живет. И русло, окно открыто, свет, темнота, и только видно, как бьют друг друга. Это наша жизнь. Это мы. Только в другом ракурсе. Они не знают Бога. Нам Бог открылся. Премудрость Соломона 1.11. Берегитесь от бесполезного ропота и от злоречия языка, ибо итальное слово не пройдет даром. Вот, которые сейчас услышали, вы домой-то приходите, обсуждаете или нет? Обсуждаете эти слова или меня, что я вам просчитал? Берегитесь тайного слова и опыта. Нас предупредил сегодня Премудрость Соломон. Итак, Господь предупреждает нас беречься в закваске Парусейской и Сазутеевской. Я нахожу, что закваска Парусейской – это православие. Все! Закваска Сазутейская – это все сектанты. Они любят все сокращать, убирать. Да не будет с нами, Господи. Так, но да будет закваска апостолов, которую взяла жена и положила к примеру, и так, коли есть кисло все. Мы должны заквашивать этот мир евангельской верой, евангельским учением. Аминь.